Продолжение следует... Ну, буквально тезисно. В общем, самый главный тезис, который здесь будет звучать еще не раз, на нем хочу сконцентрироваться, что все-таки плоскодетекторная компьютерная томография – это принципиально новая технология рентгеновской компьютерной томографии, которая интегрирована в современные географические комплексы и позволяет выполнять черезкожные внутрисосудистые стереотоксические вмешательства в режиме реального времени. Ну, естественно, так было не всегда. И мы, на самом деле, говоря о том, что 20 лет инновации, это первый прототип плоскодетекторного томографа был выпущен. Но говорить о том, как технология развивалась, конечно, нужно вот с этого момента. Это 1966 год, это легенда интернационной радиологии Небизар, вот он, Роберт, опубликовал первые данные по использованию ангиографии в диагностике опухоли печени. Для того, чтобы понять, что это значило на тот момент, надо понять, что не было ни ультразвука, не было ни компьютерной томографии, не было ничего. Было только рентгеновское изображение, обзорная рентгенография. И вот этот доктор ставит катетер в печеночную артерию, вводит туда контраст. Это не ангиограф, это рентгеновский томограф, ну, обычный рентгеновский аппарат. И получает изображение опухолей, различных опухолей гепцулярного рака, метастазов, классифицирует их. И отсюда все понимают, что внутриартериальное введение контраста, оно имеет огромный потенциал. Собственно, вот рождение ангиографии в интернационной онкологии было здесь. И здесь очевидно, ну, никто не будет спорить, что если мы этому пациенту ввели контраст внутри вена, то мы бы ничего не увидели. Вот это та принципиально базовая, базовый посыл, который я буду сейчас дальше продвигать. А, собственно, с тех пор ничего не изменилось. А внутриартериальное контрастирование осталось таким же внутриартериальным, как было тогда. Ну, революция, которую приравнивают, собственно, к изобретению самого рентгеновского излучения, точнее, открытию рентгеновского излучения. Это 1972 год, Генфри Голсфри Хаусфилд, когда он сконструировал первый томограф для головы и продемонстрировал первые возможности. То есть, используя алгоритм реконструкции изображений путем послойного сканирования со многих плоскостей, получилось. Он придумал, как создавать вот эти вот послойные срезы, послойные изображения. Это, конечно, была революция. Но она продолжалась именно в том числе и в том направлении, что пытливые умы стали вводить контрастный препарат в печень и делать вот эту томографию. Ну, понятно, что время сканирования пациента, время сканирования печени на тот момент занимало 20-40 минут. То есть, вводить контраст в это все время было, в принципе, невозможно. Поэтому технология, она показана, был ее огромный потенциал. Но вот до уровня практического применения она, естественно, не дошла в силу ограничения технологии, вот самой компьютерной томографии. Хотя первая артерия гепатикографии, это вот 79-й год. Параллельно шли попытки вот использовать ангиографию с ИОПом, электронно-оптическим преобразователем, в виде ротационной ангиографии. Это тоже 83-й год. То есть, делать серию снимков, поворачиваться до угу во время этого, чтобы получать объемные изображения, мультипланарные. Эта технология, собственно, вот ей тоже очень-очень много лет. Но вот с чего началась плоскодетекторная компьютерная томография, это, наверное, вот этот вот прототип, так называемый, динамического объемного реконструктора, такая пугающая своим масштабом и задачей проект. Проект этот был связан с тем, что компьютерная томография, несмотря на свой огромный потенциал, она уперлась в то, что она была пошаговая. То есть, получать объемные изображения, реконструкции было невозможно, поэтому был вот такой предложен вариант. Это система, которая с бешеной скоростью вращается вокруг больного, и на ней установлено 14, а в следующий проект был 28 лучевых трубок. И все это записывается на флюороскопические камеры, видеокамеры, которые огромный поток информации передают на слабые компьютеры, и они реконструируют изображения. Именно для этого Фельдкамп изобрел алгоритм реконструкции, в отличие от СССР, алгоритма, который используется в пошаговых томографах. Здесь был алгоритм Фельдкампа использован, а что это за алгоритм? Это возможность реконструкции срезовых изображений путем получения информации с конического пучка, то есть не с веерного пучка, а конического. Вот, собственно, это, наверное, и было первым шагом плоскодетекторной компьютерной томографии. А тем временем рентгеновская компьютерная томография была в упадке в середине 80-х годов. Если мы почитаем Вилли Календера, это немец из Ирлангена его обзорной статьи, то он там четко пишет, что до изобретения спиральной компьютерной томографии наибольший успех и наибольшая надежда возлагались на только что появившееся направление. Это ядерно-магнитный резонанс, нуклеормагнит резонанс, который многие говорили о том, что новому рентген, то есть все, эпоха рентгенологии закончилась. Но, собственно, именно Календер подал первый патент в 1988 году на технологию спирального сканирования. Собственно, это можно считать даты рождения спиральной компьютерной томографии, которая изменила все. Тем временем Невада-Семипалатинск, тем временем вот эти все ядерные, слово ядерный стало нуклеормепопулярным и магнитный резонанс переименовали ВМР. То есть, как он пошутил, море рентген теперь стало. Ну, собственно, так и продолжается. Спиральная компьютерная томография произвела революцию в лучевой диагностике. Получилась возможность получать волюметрические изображения, 3D изображения, 4D изображения. Но что я хочу отметить на данном слайде, что с 1995, когда появились клинически доступные сканеры, до 2005, посмотрите, что произошло. То есть, по идее, вот этот фан-бим, конический пучок, геометрия пучка полностью изменилась. Она стала кон-бим-сети, то есть это конический пучок. И это очень важно в рамках рассматриваемой нами темы, потому что вот придумал термин по ДКТ, Владимир Владимирович сказал, это я, это придумал календар, который, собственно, придумал по ДКТ. И очень много было споров, как называть эту технологию. И почему нельзя назвать кон-бим, да потому что кон-бим-сети это спиральные томографы современные. А какое отличие тогда? Отличие именно под, ну, наличие плоского детектора. Это вот очень важно. Ну и, собственно, вот в 2003 году уже был в Институте медицинской физики в Ирлангене сконструирован первый прототип плоскодетекторного компьютерного томографа, автор, как вы уже догадались, календар. И эта система уже начала проходить первые испытания. И в 2006-2007 предклинические исследования на пациентах, тот же календар, Сэм Кирьяков, это его коллега, они опубликовали вот эти данные, где уже, в принципе, предугадали, предзасхитили всю спираль развития этой технологии. Здесь вот, как вы видите, 2006 год, статья подана в редакцию. Здесь, во-первых, сказано, в чем отличие ротационной рентгенографии от плоскодетекторной. Отличие в том, что мы имеем, помимо вот этой вот сосудистой реконструкции, мы имеем мягкотканный компонент. То есть это, ну, CT-like раньше называлось, то есть близкое к это изображение. Ну, по сути, это компьютерная томография со своими особенностями. И здесь же вот календар, будучи физиком, уже нарисовал будущее. То есть это и поиск целевых сосудов, это и внутрисосудистая навигация, и чрезкожные инвазивные вмешательства в виде вертобропластики. И в 2007 году уже появилась, собственно, первая клиническая статья. Это американцы, Вальяс. Это тот же институт, который первый использовали в Америке, вот внутриартериальное контрастирование для пошагового еще компьютерной томографии. И вот авторы уже начали искать приложение в клинической практике. Здесь описали свой опыт использования и для поиска питающих сосудов, и для эмболизации воротной вены, и для многих других направлений. Но я хочу остановиться на том, что в этой же статье было приведено вот это изображение. То есть написано, что при ПДКТ-артериогепатикографии мы видим множество маленьких образований. Это, очевидно, метастазы, которые не видны на портальной фазе спиральной компьютерной томографии. Вот такого качества изображения было у них в Америке. А вот это 2007 год, 25 августа 2007 года в Санкт-Петербурге на первом ангиографии подобного класса экспертного в горном кадиспансере мы получили вот такое изображение. А предыстория такова, что пациентке был виден только один опухолевый узел. Это карциноид, то есть показать вот этот вот. И мы хотели сделать абляцию, но получив вот такую картину, естественно, изменили свою стратегию, тактику. И на многие годы лично я вот стал заниматься этой темой для того, чтобы разработать алгоритмы, использовать эту технологию. Вот уже, собственно, 20 декабря 2007 года вне хирургии Вишневского на второй научно-практической конференции высокотехнологичной медиагностики лечения мы показали эти картинки, эти реконструкции рентгенограммы в докладе «Роль трехмерной ангиографии» с последующей реконструкцией изображений в диагностике метастатического поражения печени. Это 2007 год. В 2008 году было тоже событие интересное, когда вышла зарубежная статья. Она не касалась онкологии, но имеет прямое отношение, потому что там авторы предложили использовать ПТКТ с внутривенным контрастированием для визуализации сосудов. В частности, здесь речь шла об оценке проходимости стентов. Но в этом же году мы уже использовали это внутривенное контрастирование по ДКТ больше, чем у 40 пациентов, именно в абдоминальной интервенционной онкологии, и в первую очередь для интервенционных вмешательств на печени. И, собственно, это тоже доложили уже на третьей научно-практической конференции высокотехнологичный метод диагностики лечения в абдоминальной хирургии в 2008 году. Много было интересного. К сожалению, эта тема сейчас как-то не очень сильно развивается, внутривенное контрастирование. Но, думаю, что рано или поздно от нее вернуться. 2009 год. Немецкие авторы впервые публикуют статью о системе черезкоженной навигации, о которой мы сегодня еще будем говорить. То есть это система стереотоксического, использование стереотоксического поля по ДКТ на ангиографии, которая позволяет любую точку организма устанавливать любые антенны, зонды, что угодно по заранее запланированной траектории, которая подсвечивается на рентгеноскопических мониторах, а в современном мире уже и лазерной подсветкой. Дальше это будут выполнять, естественно, все уже роботические системы. Ну вот, собственно, она и есть роботическая система. Это 2009 год. Вот это все те же Кирьяков и Календар в Германии. Ну вот такой проект нарисовали, как это будет выглядеть. Будущее по ДКТ. Почему будущее? Ну потому что, с одной стороны, это тогда было будущее, но на сегодняшний день это уже не будущее, а реальность. Видите, здесь использованы роботические ангиографы. И еще несколько будет роботов, которые будут осуществлять интервенционное вмешательство. Ну и здесь уже сегодня говорили. Навигаторы, это оптический навигатор, который уже тогда использовался для снижения лучевой нагрузки. Это могут быть электромагнитные навигаторы и другие системы. То есть вот так это виделось уже в 2009 году. В том же году мы вот показывали эти изображения. Тогда мы разработали алгоритм внутриартериально контрастирования для диагностики мелких метастазов гепсулярного рака в печени. И в 2010 году японцы выпустили первую статью по использованию по ДКТ для абляции опухоли печени для гепсулярного рака с использованием вот этой стереотоксической системы наведения. Это было очень интересно. В общем-то прорывная технология, которая все больше и больше получает распространение. И наши друзья с Института Густава Руси, это Тьера Дебера с Фредериком Дешампом, они в 2010 году прототипом, выкликовали данные использования прототипа, системы сегментации опухолей, использования по ДКТ данных, и поиска питающих сосудов для последующей внутрисосудистой навигации. Это 2010 год. Сегодня мы покажем то, к чему эти технологии привели сегодня уже на практике. Ну и в тот же 2010 год японцы, это такая великая школа Акуды, опубликовали статью о применении двухфазной по ДКТ, где они использовали артериальную фазу и отсроченную фазу, венозную фазу сканирования для диагностики и дифференциальной диагностики гепцулярного рака. То есть это очень важное исследование было. Эта программа сейчас прошита уже в некоторых ангиографах, но она направлена на поиск именно первичных узлов гепцулярного рака и очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку позволяет контрастировать вот в ряде случаев капсулу печени на отсроченных изображениях. И вот этот год был плодотворный на новости и в 2010 году мы тоже опубликовали свою статью, очень похожую, но и принципиально в то же время отличающуюся. Это называлось «На предварительные результаты применения плоскодетекторной компьютерной томографии на ЦДУГе на фоне капиллярной фазы артериогепатикографии для диагностики метастазов колоректального рака в печени». Там было показано, что вот сканирование в капиллярную фазу позволяет не только выявлять метастазы до 3 мм гиповаскулярные, но и проводить дифференциальную диагностику этих образований, четкую, причем как с кистами внутрепеченочными, так и с гемангиомами, что дало определенный потенциал развития этой технологии, дальнейших исследований. Ну и, собственно, в этом же году на 10-й юбилейной межрегиональной научно-практической конференции в городе Владикавказе мы эти данные озвучили, обсудили в тесном кругу рентгенохирургов российских. И вот отдельное спасибо тем, кто принимал в этом участие. И в понятном случае передаю привет и участникам, и Александру Мурадовичу Тибилову, который это все многие годы поддерживал. 2013 год. Было, по сути, два события. Это первая группа американских исследователей была предложена методика двухфазного сканирования для оценки перфузии опухолей. Эта методика на сегодняшний момент широко используется. Суть ее в том, что, по сути, это два 2-3D субтракции. Одна берется нативное изображение, а второе, это уже остаточное то, что вычитается из первого изображения. То есть суть в чем, что если мы два раза сканируем вот это по этой методике опухоль до химиоболизации, после, то мы получаем четкую картину, получаем стопроцентный предиктор ответа опухоли на лечение. То есть заканчивая процедуру химиоболизации, мы точно знаем, будет ли стопроцентный некроз или не будет. По проведенному исследованию это полностью коррелирует с данными МРТ через месяц. Это очень важно. Это перспектива. Ну и в этом же году вот в Ирлангине, в том же самом Ирлангине, ваш покорный слога показывал вот эти изображения, где мы проанализировали на динамическом компьютерном томографе, внутри артериально вводили контраст и показали, почему капиллярная фаза позволяет выявлять мелкие очаги. И тогда стало понятно, что для того, чтобы увидеть мелкие метастазы гиповаскулярные в печени, нужно очень долго, грубо говоря, вводить контрастный препарат, а потом перестать его вводить и в определенную очень быструю секунду, недолго ожидая, в определенную фазу отсканировать печень. И тогда мы сможем увидеть образования, которые другими способами останутся невидны. Причем интересно, что мы видим эти образования не за счет визуализации самих образований, а визуализируется перетуморальное контрастирование вокруг этой зоны. Ну вот, в Германии, в общем-то, мы это показали, а в дальнейшем, через 4 года, опубликовали полноценное исследование, изучали вот эту природу перфузионную динамику перетуморально-кольцевого контрастирования, где было показано, ну, собственно, понят и описан механизм, с помощью которого вот эти маленькие метастазы визуализируются, и, собственно, можно их использовать как для диагностики, так и для лечения. Собственно, в 2018 году вышла наша статья, где было показано, что вот эта капиллярная фаза может быть полезна не только для диагностики оккультных метастазов, но и проведения через кожную стереотоксическую абляцию. Вот таким образом это происходит. То есть, если мы можем выявить узел, который не виден ни на КТ, ни на УЗИ, и имея стереотоксическую систему наведения, мы можем его таргетировать тем или иным способом и, соответственно, уничтожить. Ну, в данном случае вот методика очень перспективная показана, это креоабляция, потому что перспективность ее в том, что за счет эффекта реперфузии, когда мы провели замораживание опухоли ледяной шаротайл, мы получаем четкую визуализацию самой зоны абляции и так называемого призрака опухоли. То есть мы можем увидеть, убит он, и насколько край абляции, то есть вот этот здоровый запас паранхием соответствует заданным параметрам и ожидаемым. То есть понятно, что если опухоль в пределах здоровых тканей в 10 мм уничтожена, то вероятность рецидива стремится к нулю, локального прогрессирования, прошу прощения. Ну и в 2021 году вот в Чикаго мы впервые показали, что использование под ЭКТ-артерогипотикографии в капиллярную фазу позволяет выявлять до 9% оккультных метастазов, невидимых при УЗИ и МСКТ и сразу выполнять абляцию этих опухолей. Речь шла о гиповаскулярных метастазах, в первую очередь метастазах колоректального рака в печени, там больше 350 криабляций, опыт был, один из самых больших в мире. Ну так это выглядит на практике, то есть вот если на спиральной компьютерной томографии пациента мы видим зону абляции и 1,16 мм опухолевый узел метастатический, новый, так сказать, то если выполняется сканирование в капиллярную фазу, то мы можем увидеть дополнительные здесь узлы не только 7-мм, но вот еще видно очень хорошо перитуморальное контрастирование метастатического узла 4 мм в диаметре и соответственно это полностью меняет нашу тактику проведения абляционных воздействий, то есть мы должны уничтожить не один этот узел, а вот этот маленький, который рядом расположен и это позволяет нам перестроить программу установки криозондов или антенн, неважно, но в данном случае речь идет о криобляции, вот они два метастаза, два призрака опухоли, которые находятся полностью, так сказать, окружены зоной абляции, край абляции больше 10 мм и это позволяет нам говорить о том, что эти узлы были полностью пролечены. Ну и вот в заключение, собственно, произошел оборот спирали, все развивается по спирали, этот оборот вот он закончился, то есть те вот феноменальные данные, которые были получены в 1966 году, люди впервые узнали, что можно увидеть опухоль в печени каким-то способом, хотя бы каким-то. И на сегодня используя весь арсенал технологий плоскодетекторной компьютерной томографии, спиральной компьютерной томографии, артериальное контрастирование вновь выходит на новый план, на новый рубеж и становится основным методом диагностики, во всяком случае, гепцулярного рака, ну и смею надеяться, что и метастаза в печени тоже когда-нибудь. Таким образом, в течение 20 лет по ДКТ из экспериментальной технологии превратилось в целый комплекс технологических решений, способствующих улучшению диагностики лечения онкологических заболеваний. Целезобразно широкое внедрение технологий по ДКТ в рутинную практику многопрофильных онкологических стационаров России. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова